Друзья мои, привет! И сегодня у нас квадрокоптер от компании Сима. Да, квадрик предоставлен компанией RC Store. Это оптовая компания и крупнейший поставщик продукции Симы в Россию. Также в ассортименте имеется множество моделей, игрушек, конструкторы, сборные деревянные модели и воздушные змеи. В общем, если хотите закупиться оптом или устроить корпоративные подарки, то обращайтесь к ним. Ссылочка на RC Store есть внизу. Но давайте перейдем к квадрику. Распакуем. И посмотрим, что здесь у нас внутри. Сима W1. Так, нет, здесь в районе открыто. Сейчас вывалим его оттуда. О, наконец-то! Наконец-то! Белого цвета квадрокоптер, поэтому зимой летайте крайне аккуратно. Ну, хотя вот есть еще и другого цвета у нас части, поэтому, может, есть шанс найти. Итак, давайте смотреть, что имеется в комплекте. В комплекте есть сам квадрик с бесколлекторными моторами. Естественно, запасные винты вот здесь имеются. Это очень хорошо. Также имеется аппаратура управления. Находится все в отдельной коробочкой. Все в отдельных коробочках находится. Достанем. Всем известная аппаратура. Да? Ничего примечательного. Может, вот здесь добавили дополнительных кнопочек. В общем-то, вставляем. Сюда держатель телефона и все. Стики не острые, поэтому так себе не очень удобно. Провод для зарядки или зарядка для нашего аккумулятора. Да, зарядка для нашего аккумулятора. В обычный USB включается. Держатель для нашего телефона. Вот здесь вот беленький тоже такой. У них раньше и был всегда. И защитные... защита на наши лучи. Все. Все в отдельных коробках. Хорошо упаковано. Все красиво. Все здорово. Ну, давайте перейдем к нашему квадрику. Никакого подвеса нету, естественно. Ссылочка на квадрик, как я напомню, есть внизу. Складные винты. Конструкция не складная. Кнопочка сверху. Включение имеется. То есть, включается не просто при постановке аккума, а на кнопочку. Это хорошо. Вот такой вот у нас аккумулятор. Где-то слот для зарядки у него идет. Сейчас мы посмотрим. А, ну вот, собственно, где подсоединяется квадрику, там будет заряжаться специальный разъемчик. То есть, какой любой аккум сюда не подойдет, только вот такой и будет. Снизу я вижу, наверное, датчик для удержания высоты и камера 1080p. Значит, полетные режимы, как обычно, GPS удержания, автовозврат, автовзлет, автопосадка, режим follow me за нашим телефоном, режим полет по точкам и режим облет вокруг какого-то интересующего нас объекта. В принципе, все. Стандартные функции, но главное, чтобы он их нормально выполнял. Главное, чтобы нормально летал и возвращался домой. Дальность до 200 метров, время полета до 13 минут. Поэтому заряжаем и переходим к тесту. Так, заходим в наше приложение. Здесь нам говорят калибровка. Так, давайте откалибруем. Хоп. Calibration complete. И теперь компас откалибровать. Показано, как это сделать на аппаратуре, но можно нажать просто Calibrate. Теперь вращаем его вот так. Все. Теперь можно повернуть и вот так. И нам все. Отлично. Калибровка закончена. Чук. Все есть. Да, можно приближать. Можно отближать. Все круто. Значит, здесь у нас фото, видео и переключение камеры с передней и на нижнюю. То есть, снизу у нас расположена вот эта камера. Можем ее смотреть. Сейчас посмотрим, как это будет в деле. Так, это расходики. Соточка. Если зажмем и подержим, это будет Headless Mode включение. Что еще? Так, настройки перейдем. Beginning Mode убрали. Все. Максимальная высота 70 метров. Дальность 200. Так, так, так. Фото, видео, переключение идет здесь. Переключились видео. Можно нажать запись. Запись видео. Вот она пошла. Теперь сделаем разблокировочку. Хопа, хопа. И автовзлет. Все. Квадрик взлетел. Квадрик держит свою позицию. Взлетает примерно на метр. Так, а спутников 10. Надо было чуть-чуть побольше подождать. Но 10 уже достаточно. Вот так. Запись идет. Все идет. Давайте мы на двойных расходах сейчас посмотрим, как летает. Сегодня у нас ветрено. Хорошо летит на БК-моторах. Ветер есть, но он его не так сильно чувствует. Мощи хватает, и это хорошо. Итак, сейчас мы смотрим переднюю камеру и делаем переключение. А, во время записи нельзя. Запись убираем. Делаем переключение на нижнюю. Вот. Мы переключились на нижнюю камеру. Круто. Смотрите, здесь кто-то ходит даже. Теперь делаем раз. Переключение на переднюю камеру. Вы где-нибудь такое видели? Здесь нет подвеса, но установили две камеры. Смотрите, опять взлетаем. Переключаемся на нижнюю камеру. Качество, конечно, так себе там вообще ужасное. Но хоть что-то можно посмотреть. И переключаемся обратно. Классно придумали. Да? Так. Запись видео на квадрике включим. Чук-чук-чук. Фото. Фото. Вот, запись пошла. Давайте пробовать режимы. Какие у него есть. Облет, значит, вокруг интересующего нас объекта. Режим сложный. Встаем. Гоу. Отправить. Квадрик отлетает. Разворачивается. И начинает снимать. Вот так. Мы над собой зависли сначала. Снимать. Я пока в центре кадра. Все еще плюс-минус в центре кадра. Еще плюс-минус в центре. Все, улетел из центра. Точнее он улетел куда-то, а я уже не в центре. Не знаю, что он сейчас снимает. Режим косячный. В общем-то, сейчас когда-нибудь я опять вернусь в центр кадра. О, вот, наконец-то. Я уже опять в кадре. В общем-то, идеально не выставить. В любом случае, 100% вы не будете находиться в кадре. Ну, и мы можем здесь менять направление. Делать вправо, влево. То есть, куда хотите. Дальше режимчик. У нас есть полет за нами. Во. Follow me, грубо говоря. Следует за GPS-ом на нашем телефоне. И что снимает, я не знаю. Ну-ка, попробуем. В этом режиме. Нет, он не действует. Давай попробуем сейчас себя выставить. Вот, смотрите. Выставляем его. Вот так, да? Вот он. Все, вот я тут. Нажимаем. GPS на телефоне. И квадрик должен следить за мной. Должен повернуться, должен полететь. Ну, как-то я в кадре, но не очень. Ну, что он? Вот он висит, даже не переворачивается, не поворачивается. А я уже ушел далеко. Еле-еле он что-то там крутит. Ну, не знаю. Давай вот мы сделаем фалоуми, но сделаем тогда туда вниз. И посмотрим, как ты на это среагируешь. Как ты за мной полетишь. Вот он следует за мной. Вроде и снимает меня. Но в сторону мне лучше не уходить, иначе я пропаду из кадра просто. Летит, что-то останавливается, быстро летит, тормозится. Расстояние не держит должное. В общем-то, режимчик вообще слабоват, честно говоря. Вот я ушел в сторону, но ему как-то пофиг. Он поворачивается неохотно. Вот повернулся, снимает вверх. Я вообще не понимаю. Ужасно. Ужасная работа режима фалоуми. Что ты снимаешь? Траву? Она нам неинтересна. В полутора метрах от себя можно сделать автоматическую фотку. Вот так. Ну. Сейчас повыше поднимем. О, пошла. Работает функция. А если вот так делаем, то он начнет записывать видео. Три секунды надо держать. И должна включиться запись видео. Друг. Не хочет. Еще раз фото. Фото пошла. Видео может подольше. Ну ладно, сейчас вручную врубим. Так, режим полет по точкам. Естественно, как вы догадались, он не работает. Тыкал-тыкал я тут. И так, и сяк. И инструкцию почитал. И то, и сё пробовал. В общем-то, нету. И карта не прогружается. Хоть ты подключай интернет еще дополнительно. Она карта пишет Google. Но она у меня прогружена в памяти телефона. Но ее здесь нету. Непонятно. Непонятно. Так, поставим сотые расходики. Давай. Запись видео на тебе включим. И погоняем чуть-чуть. О! Полетел, рванул. Проверим связь. Смотрите. Взлетаем высоко. Дистанция 22. Высота 14-20. Высота уже ого-го. Качество съемки смотрим. Чуть-чуть повернемся. Никаких подвесов. Все жестко к квадрику прикручено. Тормозная связь. Дистанция 22. Высота почти 30. FPV тормозит. Летать некомфортно. Далеко на нашем этом дроне так отлетать не нужно. В общем-то, уже... Я его вижу визуально, но не могу комфортно летать. Вот. Поэтому спускаемся. Посмотрели, как снимает. Спускаемся обратно. Летим. Но связь сама по себе не пропадает. Это, к счастью. То есть, FPV у вас пропадет быстрее, чем связь. Поэтому вы еще визуально можете его вернуть. Или, к примеру, в режиме Headless Mode. Давайте проверим этот режим. Включается вот таким зажатием. Все. Будет пищать, соответственно. И теперь, как бы мы не повернули квадрик, он всегда к нам назад летит. Ну, то есть, нужно запустить его. Вот как мы его запустили. Он так и будет. То есть, запустили передом туда. Все. Включаем Headless Mode. Вниз это будет назад. То есть, сюда к нам. Если туда полетите, то это нужно сжать вправо уже, чтобы вернулся. Ну, как бы логикой поймете. Выключается режим с таким же нажатием и с таким пиком. Посмотрим, как снимает человечка, который здесь ходит. Вот так вот. Специально показываю вам, как на солнце съемка идет, а не против солнца. Там вообще, наверное, бесполезно. Ну, в общем-то, дует ветер. Ну, картинка потрясывается, но сама FPV-шка нормальная здесь. То есть, качество изображения на телефоне хорошее. Вы все понимаете, все детально. Но дальность в этом случае не очень. Так, ну, давай посмотрим. Значит, у нас есть еще автопосадка. Ну, ладно, давайте мы лучше посмотрим возврат домой. Да? То есть, вот он там у нас завис. И кнопочка возврата домой должна быть вот эта. Нажимаем. Наверное, надо зажать. Зажимаем. О! Пик-пик. И все, квадрик полетел. Рванул вверх на высоту. Сейчас даже скажу, какую. Да, 20 метров, как я и думал. И летит вместо старта. Главный режим, чтобы не потерять квадрик, надо, чтобы этот режим работал. Поэтому мы сейчас его и проверяем. Ничего не делаю, квадрик завис. Спускается. Вот пошло, да, пошел спускаться потихонечку. И дождемся его полной посадки. Подсветки снизу нету. Но также мы можем переключиться в режим нижней камеры, если запись не включена. О, какая жесткая посадка у тебя была. Но сел и свою функцию выполнил. Ну, что я вам скажу. Простенькая аппаратура. Простота в управлении. Интересная фишка с двумя камерами. Такого редко где увидите. Подсветка снизу для ночных полетов, чтобы его тоже не потерять. БК-моторы. Ну, в общем-то, дальность ни о чем. Для FPV это дальность, как бы, не то, чего мы хотим. Далеко не полетаете. В общем-то, какой-то селфи-дрон. Сделать фотки, сделать видео рядом, полетать, поучиться с GPS-ом можно. Режим Follow Me ни о чем. Режим вокруг интересующего нас объекта полет косячный тоже. Ну, в большинстве последних квадриков в этом году, который я тестил, никто не показал нормальный результат из бюджетных. Это реально какие-то косяки. И Follow Me тоже у всех какие-то глючные. Когда научатся на бюджетных квадриках делать нормальные эти режимы, не знаю. Полет по точкам, к сожалению, не работает. Так и не понял, как его тыкать-тыкать. И так, и сяк. Должно все просто быть, но почему-то ничего не заработало. Также есть возможность управлять с помощью нашего телефона. То есть, переключение и стики у вас будет вот здесь на экране, если вам это нужно. В общем, друзья мои, ссылочки внизу на симу найдете. На многие квадрики симов. Магазинчик RC Store. Большой выбор не только квадриков, но и других радиоуправляемых товаров. Так что заходите, ссылки внизу и делайте правильный выбор квадрокоптеров. Пока!